В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте! Сегодня в программе мы будем говорить о здоровье нашей кожи. Что такое бородавки, что такое моллюск, что такое вирус папиллома человека и какие заболевания может вызвать этот вирус. Я знакомлю вас с гостем программы Алла Числавовна Гракова, врач-дерматовенеролог Могилевского областного кожно-венерологического диспансера. Алла Числавовна, здравствуйте! Очень рада вас видеть в программе. Уверена, телезрители тоже уже подготовили и ручки, и листочки, чтобы записывать за вами ваши рекомендации по здоровью кожи. И в самом начале программы я бы хотела, вот вы подтвердите это мое мнение или опровергните. Кожу можно считать, наверное, таким своеобразным индикатором. Если все в порядке в организме у человека, да, со здоровьем, то и кожа будет красивая, гладкая, ровная и наоборот. Если возникают проблемы, какое-то заболевание, то кожа, наверное, подает какие-то сигналы. Ну да, совершенно верно. Кожа, волосы, ногти, да, это зеркало организма. Если там все красиво, здорово, все блестит и хорошо выглядит, то можно говорить о том, что и организм, скорее всего, сбалансирован. Ну, очень редко бывает так, что заболевание кожи – это только заболевание кожи. То есть мы всегда сотрудничаем с врачами других специальностей, когда к нам приходят пациенты с кожными заболеваниями. Ну, вот такой вот живой пример, да, наш периоральный дерматизм, с которым сейчас все больше и больше пациенток обращается, именно женщин. Когда в носогубном треугольнике воспалительные явления, когда там шелушение, когда там зуд, да, мы всегда четко видим, что имеется связь с проблемами желудочно-кишечного тракта. То есть это не просто нужно кожу избавить от шелушения, да, подобрать какой-то крем. Это невозможно сделать без того, чтобы… То есть здесь сигнал, да, сигнал плохо где-то, а мы знаем, где. Как правило, это желудочно-кишечный тракт, и когда включаются специалисты, гастроэнтерологи, терапевты, и находят причину там, и помогают с ней справиться, кожа очищается сама. В общем-то, наверное, вы уже, как опытный врач, доктор, вы, наверное, видите иногда, да, по проблеме кожи какое-то, может быть, заболевание вот здесь вот… Чаще всего эта связь уже давно отслежена. Алла Вячеславовна, ну сегодня мы заявили в программе, что будем говорить о вирусе папиллома человека. Это действительно очень такой серьезный вирус, но интернет выдает такую информацию, что вирусов, если чуть-чуть раньше он выдавал, что 70 видов вирусов разных существует, то сегодня уже интернет выдает около 100 различных видов. Вот что это за 100 видов вирусов? Это вообще по коже? Или всех-всех-всех вирусов? Даже не вообще по коже. Вероятнее всего, речь идет о разновидностях вирусов папилломы человека. То есть вирус папилломы человека – это не один вирус, а его такая большая, огромная разновидность? Это группа вирусов, это класс вирусов. В этом классе вирусов очень много типов, подтипов, и эта цифра где-то приближается к 100, уже даже звучит цифра и 200. Да, вирусы папилломы человека. Если говорить целом о вирусах, то видов вирусов где-то около 4 тысяч, наверное. Если брать все типы, подтипы и так далее, то там добавляется еще 2 нуля. То есть 100 вирусов – это? Да, 100 вирусов – это всего лишь только один тип вирус. Что такое вирус? Вообще, что такое вирус? И, наверное, уже конкретнее о вирусе папилломы человека. Чем он страшен, чем опасен? Что такое вирус? Вирус – это есть носитель информации. Это просто информация в чистом виде, записанная на либо ДНК, либо РНК. Это зависит от кислоты нуклеиновой, на которой записана информация. То есть вне организма человека он ничего из себя не представляет. Его задача – проникнуть в организм и проникнуть не просто в организм, а в клетку. В клетке, в ядро, а в ядре содержится ген, геном, хромосомы. Вот туда он и попадает. И он начинает включать клетку в работу на себя. То есть информацию клеточную он подменяет на информацию свою. Как бы носит в новую информацию в клетку. И уже всё зависит от того, что произойдёт дальше, как клетка отреагирует на это. Алла Числавовна, тогда вот такой вопрос. Вот эти папилломки, которые на теле образуются, то есть это не вирус? Вот сами папилломки, вот кожные вот эти вот высыпания. Это проявление вируса папилломы. Это уже проявление того вируса. Это уже реакция организма на внедрённый вирус. Который попал уже в клетку. Который попал в клетку, и клетка пошла работать, то есть выдаваясь вовне его информацию. Вот такую информацию принёс вирус. Тогда как он попадает в клетку? Как он попадает с воздухом, с пылью? Контактным путём. В воздухе его не будет. То есть вирус живёт конкретно в... Если мы говорим о вирусе папилломы, да? Да, да, да. Это эпителиальный вирус. Он живёт в клеточках эпителии. Эпителием покрыт кожа наша, да? Есть эпители на слизистых. Вот место обитания вируса папилломы. Должен произойти контакт. Контакт кожи с кожей, которая... Должны быть трещинки на коже. Должны быть сазены. Не обязательно даже трещинки. Это могут быть микротравмы. Это могут быть микротравмы. Незаметные глазу, да. По сути дела, ну, не совсем здоровая кожа. Это может быть сухая кожа. Была бы микротравматизация такая. Алла Чеславовна, тогда ещё такой вопрос. Через слюну, такой вот активный вирус папилломы человека может попасть одного человека к другому? Ну, если только предположить, что в полости рта, там, например, в зеве где-то есть папилломы, да? Ну, есть, конечно, такие заболевания у людей со снежным иммунитетом, когда папилломатоз гортани развивается, и там в активной форме, то, конечно, вирус может, выделяясь вовне, в том числе и со слюной, выделяться тоже. Вот. Но не факт, что заразится тот, кто эту, ну, например, поцелуй, да? Да, да, да. Будем рассматривать поцелуй. Да, ведь у здорового человека слюна обладает мощным защитным эффектом, там есть лизоцин. И, вероятнее всего, если человек здоров, то и вирус погибнет, тут же попав в полость рта другого человека. Это если коснуться вируса герпес, да, который мы... Герпес, да, заражение вирусом... Больше знаем. Герпеса более реальны, вот таким путём. Через помаду? Вирусом папилломы менее реальны. А вирус папилломы меньше. Алла Чеславовна, затрагивая сегодня вирус папилломы человека, мы не можем не поговорить, что есть ещё очень опасные вирусы, вот подвиды, это онкогенные. Давайте мы с вами разделим вирусы на кожные, да, и вирусы слизистых. То есть вот эти кожные вирусы, это то, с чем мы сталкиваемся, каждый столкнулся с собой или с детьми или своими, там, где речь идет о папилломах-бродавках. А вот то, о чём вы говорили, это вот эти страшные, опасные, онкогенные, это как раз касается генитарных вирусов, то есть те, которые попадают в организм половым путём. И это только поражение именно половых путей. Чаще всего это шейкоматки у женщин. Вот, там как раз может речь идти об вот этом вот страшном заболевании, таком, как рак шейкоматка, либо предраковое заболевание. То есть вот это заболевание у женщин вызывает вирус папилломы человека? Ну, есть такая статистика, что почти в 100% случаев рак шейки матки связан с вирусом папилломы человека, онкогенных типов. Алла Чеславовна, говорим о вирусе папилломы человека. А что такое инфекция? Это когда, будем говорить, вирусы сливаются, вот на теле уже вот эти папилломки сливаются в большое количество, в одну большую папиллому. Что такое инфекция? Ну, есть инфекционный агент, это вирус, да. Проникновение в организм может закончиться либо тем, что организм с ним справляется, освобождается от него. Либо превращается это в скрытое носительство, да, это тоже хороший вариант. Либо это активное проявление. Вот это активное инфекционное проявление как раз то, о чем, в общем-то, идет речь. Активное инфекционное проявление может быть тоже разное. Это зависит от того, какие типы, как они между собой сочетаются, их много. Разные типы могут вызывать разные проявления. Не все типы вызывают вот эти вот венерические бородавки или остроконечные кондиломы. Они, по крайней мере, заметно видны. И человек идет и обращается, что мне с этим делать. А сколько таких вариантов, когда этот вирус просто сидит на шейке матки в активной стадии, он там делает свое очень умное дело. То есть он меняет эпителий. И вот эти изменения эпителий как раз могут привозить незаметные, постепенные, медленные к таким вещам, которых мы боимся. Вот поэтому каждый доктор, кто приходит в программу сюда, на какую бы тему мы ни беседовали, все говорят, пожалуйста, посещайте доктора хотя бы раз в год, чтобы вы понимали вообще, что происходит в организме, если вас вдруг что-то беспокоит. Не случайно диспансеризация сейчас настолько активно внедряется. Спасибо огромное. Мы обязательно продолжим беседу. Сейчас мы посмотрим сюжет, снятый по нашей теме. Ну а потом продолжим беседу. С помощью метода ПЦР или полимеразной цепной реакции в лаборатории возможно выявить различные инфекции, передаваемые половым путем, и вирусные заболевания, такие как вирус простого герпеса и вирус папилломы человека. За генетическую информацию, за наследственность в каждом живом организме отвечает его ДНК. И у каждого живого организма ДНК своя. И вот этот метод ПЦР, он позволяет найти небольшой, но очень уникальный и характерный только для данного организма вот этот участок ДНК. И затем многократно его с помощью этого прибора размножаем, создаёт огромное количество копий. Зачем? Чтобы затем в режиме реального времени можно было увидеть, как идёт процесс этой реакции ПЦР, как идёт процесс накопления вот этих участков ДНК. Такой анализ даёт возможность не только определить, какой тип инфекции есть в организме, но и даёт количественную оценку инфекции, то есть как много микробов в организме человека. Метод этот довольно точный, и пациенты лаборатории обследуются на высоком уровне. Результаты готовы в течение одного дня. Алла Числавовна, есть такая информация, что вирусом папиллома человека заражено более 80% человечества. Это верный такой процент, 80%, но не у всех бывают вот эти проявления в виде папилломок. Если говорить о папилломах бородавках, то я думаю, что и все сто. И все сто? Ну, кто в детстве не носил бородавки, не болел? Это тоже можно отнести к вирусу? Ну, конечно, это тоже вирус папиллома человека. У кого не было папилломок, хотя бы одной, это тоже вирус папиллома человека. Поэтому сталкивались, конечно, мы все с этим. Папилломы бородавки, кожи, это абсолютно безобидно. Если, в общем-то, организм здоров, то он не даёт этому распространяться. Косметологи прекрасно справляются с удалением всех этих вещей, с кожи. Опять же, давайте спрошу самостоятельно. Очень многие прижигают цветочками, прижигают препаратами лекарственными, перетягивают ниточками. Вот правильно ли поступают? Нежелательно, потому что самому очень трудно поставить диагноз. Трудно различить, что это. Папиллома, молюсик антигиозный. А может быть, это не совсем хорошая вещь, которая похожа на папиллому, и тогда нужна консультация онкологов. Поэтому сейчас доступна косметологическая помощь, доступна драматологическая консультация. Поэтому лучше, конечно, обратиться к специалисту. Алла Числавовна, ещё такая есть информация, что всё дело в ослабленном иммунитете. Вот тогда вирус уже цветёт, расцветает и свою информацию закладывает стопроцентно. Да, конечно. Это абсолютно верная информация, потому что вирусы хорошо себя чувствуют там, где есть некое ослабление. Ослабление иммунитета либо общего, либо местного, в том месте, куда попал вирус. То есть да, это сигнал о том, что есть неблагополучие. И надо работать. Ну, что с вирусом работать? С вирусом мы работать не можем. По сути дела, он становится частью нашей клетки. Что с этой клеткой ты сделаешь? Мы можем сделать только одно. Постараться настолько поднять свои защитные силы, своё здоровье, свой иммунитет, чтобы сам организм уже, этот вирус не давал ему размножаться, распространяться. Алачиславовна, может быть, ещё такой вариант не думать бесконечно о нём, не думать, не холить его, не лелеять, а просто забыть? И вот вы мне за кадром сказали, что если про него забыть, его не трогать, он, в общем-то, свой цикл пройдёт какое-то развитие, успокоится и даже выйдет из организма. Ну, по большому счету, да. Резервы организма безграничны. На самом деле безграничны. И сколько есть информации, когда люди, которые уже были списаны медициной, да, жили и жили долго. Более того, жили долго и счастливо. Резервы организма, ещё раз повторяю, безграничны. И когда мы направляем свои силы, энергии именно на эти резервы, то есть начинаем заниматься своим здоровьем, начинаем жить полноценно, да, начинаем правильно мыслить, правильно общаться, правильно эмоции вовне излучать, конечно, тогда организм, он оздоравливается. И вот в таком здоровом организме ни один вирус не будет агрессивно себя вести. Очень много есть информации, и даже более того, я сама замечала, что когда мои пациенты начинали очень активно сражаться с своим вирусом герпеса, поговорим о герпесе, потому что он заметен, когда он активизируется, чем больше они направляли на него внимания, в плане лекарств, всего остального, тем активнее он, вероятно, активизировал. Понимаете? То есть вот такая связь давно присутствует, и поэтому, конечно, да, он есть, он есть у многих, и почему другие могут жить с этим, а я нет. Никто не отменял профилактические осмотры, никто не отменял периодически посещение врачащим с тем, чтобы понять, в каком состоянии я нахожусь сейчас, да, и мои органы. Все, достаточно. Дальше просто живем, не держим в голове постоянно, что, о, у меня вирус, что же мне делать. Алла Чеславовна, вот что касается вируса герпеса, это действительно, вот взять мужчин и женщин, женщины же, ай-яй-яй, что быстрее, тут таблетки, тут гель, тут мазь, что происходит, и, как правило, наверное, недельку лечится, а то и больше. А ребята, что делать, они как-то не обратили внимание, пастой прижгли, но я не призываю как раз-таки наших телезрителей к этому. Они пастой прижгли, и на второй день они о нем забыли, и он тоже уже как бы уходит. И он тоже о них забыл. И не расцветает, он тоже о них. То есть, действительно, парадоксальная вещь. Ну да, страх плохой советчик. Да, такое существует. Вот там, где страх, все, там начинает все сыпаться. Поэтому, конечно, в первую очередь убираем страх. Алла Чеславовна, вот немножечко мы сказали про бородавки, да, что не нужно их прижигать, не нужно их удалять самостоятельно. Главное поставить, вернее, в первую очередь нужно поставить диагноз. Что это за бородавка? Можно ее трогать? То же самое касается вируса папиллома человека. Вот диагностика. Какие анализы сдаются? Какие тесты должен пройти человек, чтобы выявить проблему? Поиск идет в нескольких направлениях. Во-первых, когда врачи, гинекологи, специалисты заподозрили, что есть проявление вирусной инфекции. Либо по специальным анализам, либо в результате исследований. Да, есть подозрения на то, что у женщины вирус папиллома человека. Возникает вопрос, какой тип вируса. Опасный, не опасный. Онкогенный, не онкогенный. Поэтому дальнейшие исследования, предполагая забор материала на анализ, диагностика идет методом ПЦР. Вот то, о чем говорилось в сюжете. Очень хорошо было рассказано, как это происходит. И мы выделяем вирус, определяем его тип и определяем вирусную нагрузку, то есть количество этого вируса. От этого зависит тактика. Что делаем дальше? Либо мы видим, что ничего страшного нет. Да, вирус есть, но он никаких проблем организму не дает. Активность его небольшая. Женщина дается рекомендации по оздоровлению. Если же активный процесс, вируса много и гинекологи еще и определяют, что есть проблемы, там они уже выбирают тактику другую. И очень важно здесь, я всегда говорю об этом своим пациентам, если есть вирус папилломы, всегда поискать другие скрытые инфекции, передающиеся половым путем. Потому что их присутствие резко ослабляет местный иммунитет. И там уже для вируса, получается, создаются благоприятные условия. Поэтому то, на что мы можем воздействовать, то, с чем мы можем работать, мы с этим работаем. Это касается всех ЭПП остальных. И есть очень прекрасные проблемы. Вылечить проблему. Да. Во-первых, найти фон вируса. Найти проблему и поработать с ней. И очень часто мы видим в таких случаях, что когда мы хорошо справляемся с теми ЭПП, которые были вместе с вирусом, вирус потихонечку начинает уменьшать свою активность. Это очень хорошо у многих заметно. Алла Числавовна, вот вы говорите, женщина – это сугубо женское? Ну, я работаю с женщиной, поэтому я говорю женщина. Женщина – нет. Конечно. Хотя активность выявления вируса у женщин больше, чем у мужчин. Видимо, особенности физиологии, анатомии все-таки играют свою роль. Хотя находим и у мужчин с вирусом тоже. Всегда обследуем пару. И если уже мы находим у женщины вирус папилломы, конечно, мы рекомендуем обследоваться партнеру. Всегда. Алла Числавовна, вирус папилломы человека вызывает очень грозное заболевание. Вот у женщины это рак шейки матки. Это онкогенные. Как вариант. Как вариант, да. Еще какие-то сложные, серьезные заболевания? Ну, еще как вариант не вызывает ничего плохого. А, да, да. Кстати, да. Мы же тоже не только должны сейчас какую-то страшную информацию выдать. Чтобы не было фатализма. То есть у меня на приеме была женщина. Прислали из далекого района. Женщине уже за 80. Почему-то ее решили обследовать на вирус папилломы. И так и нашли мы этот вирус папилломы. Да. Причем в активном количестве. Я уже не помню в каком. У женщины уже 20 лет, как нет мужа. Половой жизнью она не живет. При этом проблем у нее, связанных с вирусом, никаких нет. Абсолютно нормальный мазок цитологический. Абсолютно нормальная шейка. Ну, о чем это говорит? Что вирус-то она носит уже много-много-много лет. Да, но никак не проявляется. Она не знала о нем, не думала. Ничего страшного не произошло. Поэтому один из многих вариантов это вот такой. Кстати, да. Опять же, убираем страх. Не надо думать, что если у меня вирус, то у меня обязательно выход идет в онкологию. Нет. Да, да, да. Потому что даже при слове вирус. Даже если будем говорить вирус гриппа, не касающийся кожи. Вирус герпеса. Ну, вот само вот это вот как бы слово, понятие у людей, у многих уже так, ну, может вызвать. Вы знаете, мы носим в себе очень много всего. И вирусов, и бактерий, и грибов. И как это значит? О многом мы не знаем. А, и грибки, это еще тема. То есть, понимаете, мы бы и не жили, если бы у нас внутри нас этого не было. Вот это вот сотрудничество, симбиоз. Это сотрудничество, да? Макроорганизм, микроорганизм. Вот это важные условия жизни. То есть, все должно быть сбалансировано и гармонично. Живем сами, даем жить другим. Да. И, собственно говоря, тогда возникает гармония и нормальная жизнь. Не надо бороться с чем-то, искать и бороться, искать. А я не хочу, чтобы у меня это было. Так. Да? Вот не хочу, и все. Вот такая установка. Вот такая установка. И начинаем бомбить. А то, что… Вы же понимаете, что то, с чем мы начинаем сражаться, то становится сильнее. Почему-то, да? Вот так устроен мир. Алла Числавовна, еще такая проблема, которая, наверное, рядышком вот с вирусом папилломы человека, или это подсип вируса папилломы, еще есть такое понятие моллюск. Вот что такое… Контагиозный моллюск. Да. Моллюск. Очень похоже на вирус папилломы, да, проявление. В том числе, как проявление. Но это не вирус папилломы человека. Это другие вещи. То есть не вирус папилломы человека вызывает вот эти… Да, это тоже вирус, но он относится к группе оспенных вирусов. Так. То есть это не… Не папиллома. Не папиллома. Не папиллома. Но проявления на коже действительно, да… Они похожи. Похожи. Часто путают. Еще раз, почему говорю, ни в коем случае самим ничего не делается. Да. Потому что, на самом деле, с ними справиться легко. Они просто удаляются механическим путем. Уже как решает врач, который этим занимается. Либо это просто удаляется пинцетиком, либо лазером, либо там криожидким азотом. Это уже решает доктор, который решит удалить. Ну, у маленьких детей не очень приятно, потому что бывает на лице в виде множества мелких вот таких вот россыпей, высыпаний. Я считаю, что это детская проблема, да, что детская проблема. Есть несколько типов этого вируса. Вот считается первый тип детский, а второй тип взрослый. И у взрослых это считается ИПП ассоциированной инфекцией. Да, опять же. Потому что у взрослых где самый тесный контакт половых органов. И если есть, допустим, на гениталиях у женщины, то вполне вероятно, что у партнера тоже оно появится на гениталиях, потому что там идет тесный контакт эпители. А путь передачи именно такой. Хотя в детских коллективах даже и эпидемии. Ну, здесь, во-первых, тесно контактируют друг с другом. Во-вторых, он может в пыли персистировать, проживать. Пыль поднялась, детки там где-то что-то потрогали, вдохнули, и все, пожалуйста. Ну, да. После сегодняшней программы, наверное, рекомендация молодым мамам посмотреть свои, где обычно под мышками у деток. На лицо, пожалуйста. На лицо, руки, на теле бывает. Ну, мамы, они сейчас внимательны. Они смотрят, да. Но это никак не касается вируса папилломы человека. Нет, это другой вирус. Спасибо огромное. Сейчас в программе еще несколько полезных рекомендаций. Смотрим. Какие профилактические меры надо соблюдать, чтобы избежать заражения вирусом папилломы? Первое правило – соблюдение личной гигиены. Гигиена во всем – от мытья рук до интимных отношений. Беспорядочный выбор партнеров увеличивает шанс быть инфицированным вирусом папилломы. Иногда случается, что вирусом папилломы заражаются без вины виноваты. В чем же кроется причина? Ответ прозвучит однозначно – ослабление иммунной системы организма. Признаками иммунодефицита являются частая простуда, обострение хронических заболеваний, аллергия, слабость, вялость, разбитость. Поэтому второе правило – это укрепление иммунной системы организма. Третье правило – хочешь быть здоровым – бросай курить. Ведь уже давно доказано, что курение ослабляет иммунитет человека. Надо учитывать и то, что спровоцировать заболевание может ультрафиолет. Поэтому при появлении папиллом необходимо обязательно защищаться от яркого солнца. Будьте здоровы! Алла Вячеславовна, конечно, в программе то, что доктор прописал, мы не можем обойтись без такого вопроса, как лечение и профилактика. Поэтому сейчас мы, конечно, наверное, поговорим о лечении тех проблем, о которых сегодня говорили – бородавки, моллюск и вирус папиллом человека. Особенно опасно, когда они кровоточат уже. Кровоточат тоже запущены. Разрастили, запустили, сами что-то пытались сделать, не получилось. Цветочком прижигали. Поэтому, конечно, первое – это обращение к врачу. Это непременно к специалисту. У нас этим занимаются косметологи. Они знают, как лучше и что лучше удалить. Если есть воспалительный какой-то момент на тех же бородавках, папилломах, то воспаление убирается сначала. То есть никто не удаляет воспаленное. Врач советует лечить, убирается инфицирование, убирается воспаление. Потом, следующее посещение врача, врач уже видит, что да, можно работать дальше. И дальше идет удаление. Чаще всего механическое. Тех же бородавок, тех же папиллом, разные способы сейчас. Раньше был жидкий азот, сейчас это и лазерное, и крио, и электродиками удаляется электричеством. Поэтому там уже доктор знает, что лучше и как лучше. Ну и курс назначается соответственно. Ну надо несколько раз походить, бывает с бородавками, не так просто. Особенно, если это подошвенные бородавки, там особенность их такая, что вроде бы стержни, оно идет вглубь. То есть если на коже там, допустим, рог, еще где-то оно идет наружу, видно, вырос сюда, то на подошвах, учитывая то, что очень плотный роговой слой, бородавка начинает расти вглубь. И вот там сложностей много. Пока все это удалишь, надо много раз походить. Но это надо делать. Надо делать, потому что, да, мы не сможем тогда, ну человек просто не справится. Она сама редко уходится на бородавки. Мы же даже не об эстетике говорим, а о здоровье. Конечно. У детей много бородавок, да, у детей руки постоянно где-то, да, они постоянно там в воде еще где-то. Это, конечно же, микротрещины, микротравмы, шелушение, сухость кожи. Естественно, там бородавок очень много. Не запускать у детей все-таки. У детей, если видим, не ждать, пока вырастут, еще удалять, потому что они же являются источником инфекции для других. Да. Это тот же папилломовирус. Пожалуйста, рука к руке, все потрогало. Не запускаем. Не запускаем. До страшных моментов. Да. Папилломы. Что касается папиллом, тут тоже идет удаление, да, способы удаления разные. Вполне вероятно, что косметолог может порекомендовать консультацию онколога в определенных случаях. Да. Есть такие пограничные состояния, которые требуют вот такой консультации. Ну, там уже идет по рекомендации онколога удаление либо хирургическое, либо онкологи этим занимаются, либо они рекомендуют косметологов. Ну, моллюск, наверное, проще всего, да? Ну, моллюск, наверное, проще всего, да? Да, да. По моллюску главный диагноз правильный. Конечно. Там удаление важно правильное, чтобы было. Почему самому нежелательно? Потому что вот внутри моллюсков, вот эти моллюсковые сельца, которые должны быть удалены. Именно они являются вот этим вот рассадником инфекции. И их не должно остаться. Они тоже внутри, да? Они внутри самой вот этой вот узелочка. А, внутри узелочка. То есть все делаем грамотно под наблюдением врача. И только врачом, да? Делает врач, да. Что касается лечения. И несколько слов, хотя бы, в программе по профилактике, Алла Числавовна. Опять будем говорить про здоровый образ жизни, но это нужно. И опять будем говорить о гигиене. Обязательно. Обязательно. Гигиена здоровья кожи, в первую очередь, да? Мы следим за кожей, мы питаем ее, мы правильно за ней ухаживаем. Используем и крема увлажняющие, потому что кожа сохнет. Это мытья. Мыть руки тоже надо, да? Да, да. Это тоже надо. Вот. Кожа сохнет, поэтому очень важно использовать увлажняющие крема. И детям тоже самое. Опять же, индивидуальные средства все должны быть. И зубные щетки, и полотенца, и мочалки, если пользуются. Все, все, все должно быть индивидуально. И приучать детей ни в коем случае не пользоваться чужим. Да. Вот это вот, конечно, должно быть просто на уровне подсознания. Ну и у ребенка, ну это, опять же, вот понимаете, это понятные вещи, но, наверное, вот в программе, когда мы говорим о здоровье кожи, нужно сказать, полотенце для лица, полотенце для ног, полотенце для лица. И только твое. И только твое. И только твое. Да, да, да. То же самое, если касается здоровья, то тут уже и кружки, и ложки, и тарелки. Да, совершенно верно. Ну почему нет, да? И, опять же, улица, ручки вымыли там кремом. Все трещинки, ссадинки обрабатываются. Обрабатывать там уже чем, зеленка, йодом, фокорцином, это уже выбор родителей, но обязательно. Вот входные ворота инфекции мы должны каким-то образом изолироваться. Да. И еще вот мне очень понравился акцент ваш в программе, что мы говорим больше о позитиве, о здоровье кожи. Да, то есть мы не зацикливаемся на той проблеме. Да, ее нужно лечить, да, ее обязательно нужно лечить под наблюдением врача, но все равно выходим на здоровье. Да, то есть мы должны думать о здоровье кожи. Спасибо вам огромное, Вячеславовна. Сейчас еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Лечение бородавок на коже рук, стоп и других частей тела рекомендуется в случае, если они быстро увеличиваются в размерах, становятся болезненными или находятся на видном месте. Нужно знать, что лечению подвергаются только сами бородавки, а вирус попилами при этом навсегда остается в организме и не поддается лечению. Поэтому вполне возможно появление новых бородавок, особенно когда сильно снижается иммунитет. Не болейте. Лечиславовна, огромное вам спасибо, что приняли участие в программе, то, что доктор прописал. И вот действительно так вот по полочкам разложили, что же делать с этими вирусами попилом и человека. Главное думать о здоровье. Спасибо вам огромное. Спасибо. Уважаемые телезрители, наша энергия там, где наши мысли. Пусть ваши мысли будут позитивными. Будьте здоровы. Берегите себя, берегите своих любимых. До встречи в программе «То, что доктор прописал». Не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова